Всем привет! Я собралась записать видео, полностью собралась и проснулась Адриана. Но я решила, что это не повод останавливаться и не записать видео, которое я давно планировала, потому что с двумя маленькими детьми идеальных условий не существует, поэтому, пожалуйста, не обращайте внимание, что она будет на заднем плане играть, будут какие-то посторонние звуки, но я все же хочу донести некоторую информацию, которая, мне кажется, очень полезна и очень важна. Я учительница английского языка в Америке. Я хотела бы рассказать вам, как я к этому пришла, что для этого нужно сделать, если вы тоже хотите стать учительницей английского языка в Америке, может быть, в какой-то другой стране, и возможно ли это вообще. Ну, по названию вы уже поняли, что да, это возможно. И сейчас вам расскажу свою историю, надеюсь, что она вам поможет. Во-первых, мой путь к иностранным языкам начался с того, что я поступила на факультет иностранных языков в своем родном городе Новосибирске, на факультет англо-немецкий. В 2008 году я удачно закончила, не с красным дипломом, а с синим дипломом, то есть каких-то там супер нереальных результатов у меня не было, но таких результатов не было, потому что, во-первых, не стояло цели иметь красный диплом, а во-вторых, я всегда улетала в Америку и сдавала досрочно, ой, досрочно сдавала свою сессию, и поэтому я предпочитала иметь автоматы по своим предметам, нежели оттягивать момент отлета в Америку и сдавать экзамен. У меня были только пятерки и четверки. Когда я приехала в Америку, то я стояла на распутье, то есть я не знала, возможно ли это быть учительницей английского языка в Америке. То есть я понимала, что, безусловно, моего английского недостаточно по сравнению с носителями языка. Как я стала учительницей английского языка в Америке? Ну, первое, что вам нужно сделать, вам нужно перевести ваш диплом с русского языка на английский язык. Вам нужно получить апостиль в вашем университете. Апостиль, надеюсь, вы знаете, это, в общем, такая бумажка, которая говорит о том, на международном уровне, заверяет, что вы действительно закончили этот университет, и чтобы эта бумажка, она принимается по соглашению с многими странами, в том числе и США. Отвозите это к переводчику, который это все, и нотариусу, который это все заверяет. Потом вы отправляете эти документы в компанию, которая производит аккредитацию вашего русского, или, может быть, украинского, может быть, из Казахстана. В общем, в любой страны аккредитацию. То есть не смотрят, сколько кредитов вам вадут. Сейчас я попытаюсь найти и вам покажу, как это выглядит. В общем, вот таким образом выглядит мой русский диплом. Да, в нем есть страничка с оценками. И вот видите, вот так выглядит апостиль. Это такая вот маленькая с красной ленточкой. И здесь все запечатано. То есть ни в коем случае это нельзя снимать. Оно на русском написано, что, как бы, где я что заканчивала. В общем, вот эта бумажка важна. Это значит, что за счет вот этой бумажки и ваш диплом принимается на международном уровне. Ну, при учете, что оно будет переведено. Потом у меня был перевод. Да, я перевела сама. Просто его заверила нотариально с переводчиком, с нотариусом. Вот. И потом я отправила компанию, которая занимается аккредитацией вашей диплома. В моем случае я использовала компанию Уэс. Значит, эта компания одна из самых больших компаний в Америке. Как мне кажется, это очень важно. Есть маленькие компании, но я им не сильно доверяю, потому что им не доверяют не очень работодатели. Поэтому я считаю, что большими компаниями нужно пользоваться. Все это отправляется по почте. И потом к вам приходит вот такая бумажка, которая называется, это Credential Evaluation. Здесь все написано на английском. Какой я закончила, когда я закончила, какая у меня специальность какая. Прописывается каждый-каждый предмет, какие я, сколько кредитов по системе США я получила. То есть они рассчитывают кредит, кредит вот эти, и к чему приравнивается в Америке. И к моему великому удивлению, мне дали Bachelor's and Master's Degree. То есть я понимаю, что если бы такое мне дала какая-нибудь маленькая компания, которая не очень знаменитая, так скажем, по аккредитации вот этой, но для меня, мне дали Bachelor's и Master's Degree, самая большая компания, которая есть по аккредитации. Я, конечно, была очень счастлива, когда, потому что ты потом будешь в резюме ставить, что у тебя есть Master's, конечно, это большой плюс, потому что в основном все имеют здесь Bachelor's Degree, и Master's стоит очень дорого, а я в России его получила бесплатно, что, конечно, очень приятно, и вот большое количество денег для себя вы сэкономите. Так вот, значит, когда я получила свой вот этот сертификат по аккредитации, я нашла курсы, которые у меня уже есть видео на канале, которые называются CELTA курс. Этот курс, он от университета Кембридж, он международный, он имеет очень большое уважение во всем мире, то есть он очень хорошо котируется во всем мире, то есть, в принципе, если вы закончите этот курс, возьмете, и хорошо, что вы закончите, и вы видите до конца, вы можете работать с английского языка в любой стране мира. Важный здесь момент, что, безусловно, уровень вашего английского должен вам позволять это сделать. У вас могут быть любые сертификаты мира, но если вашего английского недостаточно, то, безусловно, вас на работу не возьмут. Значит, я училась на part-time, то есть не на... там есть на месячный каждый день, за месяц вы можете закончить этот курс. Я была там три месяца понемножку, потому что я работала, у меня не было возможности. Курс очень классный, про него я сделала отдельное видео очень давно уже, там, наверное, лет уже года 3-4 прошло, вы можете посмотреть в описании. Вот, очень классный курс, мне очень понравилось, интересный, хорошо организован, учителя очень мотивирующие. Вообще атмосфера такая очень классная, боевая, интересная. Вот, и по заключению курса вам выдают, во-первых, ну, сначала так информируют о том, что вы вот закончили, да, вот такое вот у меня письмо мне пришло, вот, а во-вторых, здесь с оценкой приходят, и во-вторых, потом, позже вам, через месяц, из Кембриджа высылают вот такой вот сертификат, он тут с водяными знаками, то есть, ну, он такой очень серьезная бумажка. Вот, здесь, значит, с оценкой, и какой сертификат вы получили. Приятность этого сертификата, что он не истекает, то есть, он вам дается на всю жизнь. Конечно, очень важно будет потом для работодателя, когда вы закончили и поддерживали вы эту профессию, да, то есть, работали вы в этой сфере или нет, вот, но в целом приятно, что его потом заново не нужно уже, как бы, проходить снова. Можно там усовершенствоваться, безусловно, но, в принципе, то есть, я его закончила в апреле 2015 года, вот, и на сегодняшний день я могу его использовать, его с удовольствием я беру. Значит, когда я закончила этот курс, конечно, самый сложный и самый страшный момент наступил тогда, когда я поняла, что нужно начинать искать работу. Я, конечно, переживала, боялась, что меня будет недостаточно. Я ходила не на много, но на 5 где-то интервью на Манхэттене, и меня браковали, потому что, безусловно, несмотря на то, что мой английский достаточно хороший, но он не как у носителя языка, и у меня, конечно, слышно акцент. Кстати, по поводу акцента, моя подруга Кристина Бирк делает очень классный курс по избавлению от акцента. Я очень хочу его, на самом деле, сама пройти, и надеюсь, когда немножко у меня будет побольше времени, я это обязательно сделаю. В общем, она учит, чтобы акцента не было. Я оставлю ссылку, посмотрите, какой у нее очень классный вебинар, и она делает курс целый. Но на тот момент у меня и сейчас есть акцент, и он достаточно очевидный, несмотря на хороший уровень английского, но все же я решила рискнуть. То есть, как я уже сказала, раз 5, наверное, я ходила на Манхэттене в частные школы, меня браковали, говорили. Ну, как бы, да, здорово, молодец, но вот мы ищем native speaker, да, на стиле языка. И потом я искала просто работу на Craigslist, то есть я никаких там у меня ни рекомендаций, ничего не было. Я просто отправляла резюме, в принципе, везде, где я видела ESL teacher, то есть это называется English Second Language Teacher. Second Language, да? English is a second language, то есть я искала везде, отправляла резюме, и мне одно из тысяч резюме, которые я отправила куда, мне, в общем, ответили и пригласили на работу, на интервью. Это была школа в Нью-Джерси, это, надо сказать, такое агентство, которое помогает школам государственным найти учителей, как ESL teachers для обычных частных школ, не для частных, извините, для государственных школ. Вот, работала я по контракту, работа достаточно хорошо оплачиваемая, так это было по контракту, и я не платила налоги, сразу платила в конце года, платили мне около 40 долларов в час, что достаточно мне нравилось, было очень приятно. Работала я всегда, можно работать на фуллтайм, но тогда вам нужно будет ездить по всему городу, везде, везде, везде. Я выбрала такой путь, что я буду работать несколько часов, чтобы войти в профессию. В общем, мне очень-очень понравилось на тот момент, я работала в школах, конечно, такие работы в не очень обеспеченные районы, скажем так, в Нью-Арке, в Джорси-Сити работала я, но это нормальный путь. Для начинающего учителя я работала что-то вроде tutor, да, как будет звучать, как типа репетитор при школе, по-английскому, то есть, например, приезжает какой-то ребенок из другой страны, семья переезжает, ребенок не знает английского языка, очень здесь мне помогал тот факт, что я разговариваю на нескольких языках, и я этому ребенку давала помощь с английским и вообще, в принципе, с адаптацией к новой стране. То есть, сначала я его немножечко натаскивала, ну, какими-то упражнениями, разговорами один на один, и комбинировали мы это с внедрением меня в класс вместе с ним. То есть, я как ассистент, постоянный персональный ассистент этого ребенка, чтобы он мог там на географии, на русском, как правило, я это на литературе и английском языке с ним рядом сижу, я помогаю делать задания, вот, то есть, я помогаю ребенку, ассистирую его в английском, может быть, чтобы он не допонял. В общем, какая-то постоянная, постоянная помощь. Но все это, конечно, зависит от уровня английского языка и как хорошо все быстро у нас идет. И работала я учительница английского языка в год, потом я забеременела Александрей, год я брала, не работала, потом опять я год проработала, а потом я забеременела Адрианой, и вот уже год, как я не работаю, в принципе, в этом году есть возможность опять выйти. Так это, я работаю на контракте, всегда есть возможность договориться о времени, когда я приеду, сколько часов буду работать. Этот контакт у меня всегда есть, я всегда могу вернуться, меня каждый год приглашают. Но в этом году у нас есть некоторые другие планы, которых я обязательно вам расскажу Другой проект, который мы готовим для вас, для нас, для всего мира Поэтому пока я с ними не связывалась, но я хочу вам сказать, что это возможно Я получила этот сертификат, теперь учительница английского языка Я могу работать в любом точке мира Главное поддерживать свой английский Главное иметь желание работать учительницей английского языка И это возможно Я понимаю, что будет очень много вопросов, как, где найти работу Это самый сложный и психологический, и физический вопрос Но это возможно Главное не отчаивайтесь, настаивайте на своем, улучшайте свой английский И ищите, ищите, ищите обязательно кто-нибудь, но вам ответит И вы уже будете смотреть сами, готовы ли вы Это самый главный аспект Поэтому, да, вот такая вкратце моя история Большое спасибо за то, что вы смотрели это видео Я надеюсь, что оно вам понравилось Поделитесь этим видео, может быть, с теми, кому это видео будет полезно И да, увидимся с вами в следующем видео Пока-пока